Вот эти арбузы были вчера. Это же арбузы не потому, чтобы пиар какой-то. Я начинал с одного сорта, это эксперименты. Вчера мы собирали сколько? Пять сортов. Они мне прежде, наблюдал, как они созревали, они мне принесли, на кухню поставили там кусочки этих, пять сортов этих арбузов. Я определил два там лучших, белорусский уже, неплохой. Ну, два похуже. И когда-то, лет пять назад, когда начал этим заниматься, может и больше, говорю, придет время, мы будем это возделывать. Все. Сегодня вообще ничем не отличается наш арбуз от того, что мне Эмамали Шарипович Рахмон прислал. Почти ничем не отличается. И специалисты говорят, что это даже полезнее для нас. То самое я на 37 гектарах твоих, я же там возделываю картошку. Какую картошку? Приходят ученые, все по технологии. Он мне севообороты приносит на 37 этих гектар. Я президент, смотрю севообороты. Здесь клочок так, это предшественник какой. Какая норма, что они вносят, какие удобрения. Все делают как надо. А потом собираю урожай и смотрю результат. И я тебе скажу, вот картофель, которую наши ученые делают, семена высеваю, супер-супер элиту я высеваю. Ну я тебе скажу, это картофель по вкусу даже другой. Я не говорю о полезности. Во-первых, он чистый. Он чистый, он еще не набрал заразы всякой. Он первый раз высевается. По технологиям правильно возделывается. И вот таким образом я наблюдаю, что ученые дают нам, производителям. Точно так рапс, точно так травы. Ну это больше для того, чтобы свою скотину эту накормить. Самое лучшее молоко, чтобы ты знал, у меня на ферме. Конечно, там 13 этих коров, это же не огромное, но это самое чистое молоко. То есть я экспериментирую, я смотрю, что надо. Потому что кормить людей – это вопрос номер один. Кормить людей.